дорогие друзья к вам вся погода я тоже так подумал а у и мысли пришла как старые эти песенки помните у природы нет плохой погоды вся погода шо благодать вот и подумал как так что такое благодать незаслуженное что благословение и что пережил то благословение не имеется пережили там уже дожили до этого дня но как бы кто получил огромное удовольствие от той погоды которая у нас была эти прошлое воскресенье как-то не хотелось никуда ехать сидеть дома хотелось ну как бы утром встали ничего не предвещало худой ситуации немножко снежок начал падать так далее уже в обед немножко стала когда так не по себе и уже к вечеру совсем все плохо наши друзья которые проповедовали дима и лена поди когда они приехали они не могли отогреться они где-то там застряли и и сказали что там карауль просто большой карауль спасательство может я думал что они просто так пошутили знаете я понимаю у нас люди застряли ехали из маяк их вытаскивали танками вытаскивали чем могли я сочувствую друзей я вам тоже сочувствую я всегда понимал что что-то в одессе всегда не так когда как-то раз пять лет что-то будет плохо но знаете настолько как это удивительно что у меня понедельник была как бы лекция семинария вернее наоборот я взял несколько классов еще в семинарии мне нужно было ехать обязательства были важны я когда ехал я даже был впечатлен что могло сделать с городом погода за какие-то сутки знаете вот я прозрел как все изменилось как удивительно что всталось не ожидали оно пришло думали что чуть-чуть а стало так больно что невозможно было выдержать до город просто был парализован и такого бедствия вам хочу сказать что я лично был в шоке от переживаемого хотя 10 10 нам это не впервой это не не один раз было но это как говорили раз по сто лет такое было да по знаете вот спаслись от циклона мы только позавчера как бы немножко как начали справляться мы буквально позавчера получили в свет доступ к потому что мы на мы сегодня могли провести собрание а некоторые районы города до сегодняшнего дня восстанавливать свое электричество я ехал через котовского через маленькие там эти улицы я понимаю что не все так как бы радушно не имеется ввиду что лгбтшная но как бы но месяц что не просвет такой да нужно дать большую честь и похвалу нашим службам через чрезвычайных происшествий службе спасения энергетикам и коммунальщикам я скажу так я увидел как коммунальщики работают и я сказал молодцы ну реально молодцы и справиться с тем что произошло это это удивительно если кто-то ехал по канатной и рано утром в понедельник это был гивольт просто большие а столетние деревья как будто спичечные как бы спички валялись по дороге немного отойдя от я от всего увидимого переживаемая я подумал ну как это всегда же нужно думать правильно я думаю вот как на это событие в одессе посмотрели бы наши недруги вот чтобы они сказали вот так кто-то сказать так вам не надо знаете как как поступил бы враг который хочет тебе зла и на те и в данной ситуации особенно мы знаем чтобы чтобы сделали верующие чтобы те кто рожденный свыше читать евангелие те кто пережили бога знаем чтобы мы сделали что верующие бы делали потому что мы следуем учениями шоу а он учил на случай вражды и ненависти людей ну как общем словами сказать он учил делать добро врагам или нет делать добром делать но вы любите но вы любите своих врагов делайте добро взаймы давайте ничего не ожидая получить обратно велика будет награда вам на небесах будем коротко говоря вот не любить своих враги и робить добро им в бог давать не враховывать на повернение не ожидая что тебе дадут добром потому что мы говорится потому что бог любит и тех и других то есть злых и добрых знаете кто-то из наших недругов я начал читать думаю кто же там что-то напишет некоторые коллаборанты да да дали намек в соцсетях что не написали что русская зима застала 10-то врасплох намекая что так вам и надо и что ожидание русской весны и хитро как бы так и типа ожидайте русской весны русская под подчеркивая что все будет у вас не так как вы хотите в этот момент я так подумал ну что людям сказать вот думаю ну вот как ответить как иисус сказал делать добро я бы сделал бы добро но вспомнил некоторое место писания это место писания как раз притчи соломона 24 стих 17 это что-то глава 27 стихе 18 не радуйся когда упадет враг твой и да не веселится все тут вы когда он споткнется иначе увидит господь и неугодно будет это в очах его ты он отвратит от него гнев свой как раз на этот вот момент еще нужно было сирену включить ну летят они ну летят пускай себе пролетают далеко от нас так это вся непогода может все это изменить меня вся эта ситуация с ну как бы я не буду продолжать им на тему то что там типа возрадовался шум и упали что нам холодно и нам поезда пообещали нам еще и русскую весну как бы так и хитро да я уже не хотел продолжать что происходит происходило там в ответ меня вообще-то ситуация с непогодой вдохновила на проповедь вот все это то что происходило да я вам честно я приехал вчера после нашей сессии и я татьяне начал говорить вот что меня вдохновило в этом в этом коллапсе в этом ситуации ситуации для кого-то догнать это какой-то напряг а для меня-то еще один повод поговорить я вот оно действительно меня вдохновило на проповедь том что эти все события не подконтрольно ни одному человеку и в действительно мы с вами не могли повлиять даже на скорость развивающихся событий а тем более на последствии начиналось все так хорошо спокойно снег мы фотографируем посылаем нашим детям у нас началась зима через час у нас началась зима а потом еще через час у нас коллапс секундочку мы не успели очнуться я уже 30 раз уже с лопатой бегал на улице расчищал все там как бы так она еще мокрая и так далее дуэта что ты там делаешь говорю пытаясь чтобы выехать завтра понимаете да я понял что помощь от всевышнего приходит не так как мы ее себе представляем вообще вот так как мы все это не ожидали так мы не можем не ожидать изменения в нашей жизни что я имею ввиду мы вот так вот события не могли себе представить не мы нормально как бы знаете вот мы мы думали что может снег упасть как бы так но такого быстрого развития раз и последствий мы не ожидали и также друзья нельзя не ожидать развития перемен в нашей жизни и в жизни стороны со стороны господа влияние на ситуацию еще нам намекает взять примеру природы помните да возьмите примеру смоковницу если она распускается так далее то есть мой еще говорит слушайте друзья все что у вас вокруг создано мною возьмите во внимание хоть посмотрите на природу что она вам говорит вы сделайте вывод для себя и вот оговорит фарисеям и садукеям которые возможно искали на эти примирение с богом возможно как бы все времена я думаю что люди набожные все равно искали какие-то отношения с богом и они спрашивали еще слушай если мы поверим тебе что ты мессия докажи это ну каким-то знамением с неба или как-то еще и вот в евангелии от матфея еще говорит ответ которые которые желали испытать его просили опак чтобы он показал знамение с неба еще отвечает на закате увидев что небо красно вы говорите будет хорошая погода кто из вас так говорит иногда так мы мы как бы преднамеренно знаем что будет смотря на природу и живой вы это делаете а на рассвете если небо за заволокло багровыми тучами вы говорите будет буря вы знаете что означает приметы неба истолковывать и знака времен не а истолковывать в знака времен не можете вы смотря на все то что происходит вы пытаетесь рассказать что будет а то что на самом деле временное или же невидимое но переживаемое и обетование божий которые есть вы не можете распознать что они уже здесь знаете колы солнце седая вы каждый будет горна погода по небо на заходе червоне говорили о красном ты подумаешь о красном и думаешь подожди что-то недоброе да а коли солнце сходить вранцы вы кажете сегодня будет погода по небо червоне похмуре и вот момент такой о чем я да неожиданное повороте событий я сегодня говорю о неожиданном то есть быстром повороте событий которые возможно бы мы хотели чтобы не произошли но мы не ожидаем что не могут произойти прямо сейчас мы бы хотели чтобы произошло это мы как бы молимся что произошло но какое-то время это не происходит и когда а события развиваются сильно быстро мы кричим в секунду подождите мы так не предполагали эта ситуация ужасно в городе как раз вот и в области показывает все намеки мы все предполагали что снег будет вы ожидали что снег будет кто ожидал что снег будет посмотрел в этот самый в гугл и тебе все сказали правильно ты смотришь на и что снег будет так и выпадет на землю а куда еще ему падать правильно ну да мы понимали что как-то как те фарисеи что будет холодно да даже некоторые из нас снегопаду то и готовились лопаты приготовили там и все как бы момент но чтоб так все сразу это был неприятный сюрприз понимаете о чем говорю мы как-то понимаем что что-то приближается но так же по нас сразу и мгновенно и так неожиданно так много что мы не выдержали и у нас сложилось обо всем это мнение ну как то знаете это все в природе мы в наших ситуациях как бы одини были всегда предполагаем что может произойти какие бы нас ситуации бы не были внутри себя в нашем разуме предполагаем что может быть какие-то симптомы что-то болит и мы предполагаем что конкретно может произойти если не не обратиться к доктору правильно да чтоб там не было мы пытаемся жизни что-то изменить но на самом деле мы мечтаем только чтобы все это быстро произошло с зубами один пример болит зуб ничего мы знаем что плохо но у нас сейчас времени нет поболит чуть-чуть перестань перестала через время опять болит мы опять чуть-чуть подождали ничего не делаем мы хотим чтобы она исправилась но не так а потом что происходит так все плохо что мы думаем к доктору а он нам делает вывод такой что ужасно и это произошло так быстро что нам зубы долили за пять секунд и мы говорим не понял что произошло облегчение друзья облегчение понимаете да вытащили зуб стало все легче но мы не ожидаем этого может мы ждем исцеление так долго что не уже нет сил терпеть но мы ждем может мы ждем работы которая бы лучше оплачивалась решением наших долгов банки мы ждем хотя и знаете некоторые от безысходности берут микрозаймы которые потом очень больно нужно расплачиваться и сразу вам скажу сперва покайтесь как бог исправит ваши ошибки микрозаймы петля на шее может одиночество просто вас душит по ночами вы понимаете же старость не радость реально а может больше большинство из нас думать что вот так вот так смотря на все происходящее балаган уже два года когда он все закончится будет найти опять смех на наших улицах будем свадьбы гулять так свободно сидеть в ресторанах видеть идти на пляж загорать видеть иностранцев которые будут приезжать к нам как бы это было до войны красиво жить радоваться может быть мы думаем что все будет нормально но знаете я вам скажу одну одну вещь внезапно и всех предпосылок и ожидания все изменится то что мы ожидаем то что мы думаем то что мы мечтаем внезапно иисус навин 10 глава 9 стих и пришел на них иисус навин то есть внезапно потому что всю ночь и шел он из галгала другими словами чтобы это произошло внезапно нужно что-то сделать малахи 3 1 вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мною и внезапно то есть что такое внезапно придет храм свой господь который вы ищете и ангел завета который вы желаете вот он идет говорит господь саваоф иногда ожидание мессии который должен был прийти и внезапно когда он пришел они были в шоке ира хотел его убить он был в шоке как так мессия пришел и я об этом не знаю а вообще-то он пришел взять мое место надо его убить внезапно ждали 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 внезапно восстановление израильской земли до ждали ждали пророчество бог вернет народы с севера с юга возьмет приведет в землю отцов ждали ждали тут раз внезапно израиль появился все были в шоке и даже те кто в той стране жили скале непорядок нужно израиль опять уничтожить внезапно внезапно мы все понимаем из видимых факторов что погода предвещала осадки понижение температуры но произ произведенные события превышали наш рациональный ум мы все же думаем так не могло быть как все много и внезапно произошло неужели немного снега ветра и холода могли по повалить деревья которым стоит 120 лет немножко что там нужно было того ветра и мы в шоке как это могло стать внезапно если мы с вами верующие люди то не некую ожидаемую действительность нам нужно воспринимать как важную что это произойдет обязательно верующие люди как бы имея надежду должны ожидать что это произойдет и произойти должно внезапно ведь мы все с вами нуждаемся прорыве малых или больших преград которые у нас есть скажите у вас есть преграды на пути вашей жизни три человека хорошо паркан еще вас ели кисть и промо закрыта ты бьешься бьешься вон она открывается так ожидаем вмешательство божье наши ситуации я ожидаю иначе бы мы не верили всемогущего бога если бы мы не знали что ситуация может измениться если бы не верили чтобы бокс и могущий то зачем тогда мне в него верить а чем-то приходить каяться мы должны понимать что бог делает внезапно то чего мы не ожидаем в этой ситуации почему-то мы хотим изменение по нашему сценарию честно вот я хочу чтобы было по моему почему потому что мне так удобно мне так выгодно мне так интересно посмотреть как бог будет делать так как я хочу сказать бог на моей истории то сказать бог до идеальности как я мечтал как я говорил как ему говорил все это он исполнил то сказать писание представляете у меня есть особенное отношение с богом он меня слушает это удивительно удивительно кто из нас из вас из вот играл когда-то в спорт лото советское спорт лото нет людей хорошо а кто влад этот самый играл в этот лотерею покупал лотерейные билеты не но вы настоящие верующие что скажу настоящие то есть как павел вот четко как бы отреклись от старых жизни и уже по новому живем а на другой стороны кто признается осудит это самое там как бы скажет а если ты выиграл то где десяти надо ну ладно послушайте вот эти я учиться скажу одну вещь я в америке ты там эти выигрышные лотерейные они огромнейшие суммы просто и и я когда ехать нашим детям на трассе такой здоровенный билборда и каждую неделю он меняется если выигрыша нет увеличивается и я смотрел как были там месяц да и там и шло там 300 тысяч 365 тысяч там раз дошло до 770 тысяч долларов выигрыш знаете что в моей голове произошло я думаю вот это будет круто и я себе уже распределил что бы я с этим сделал не 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 я бы людям раздал бы как бы благословить общины церкви которые в украине построили настроили бы сделали переделали как бы там я же все раздал но в своей голове я же все раздал не яснущих грушей это странно я себя веду да как бы так того чего нету мы делим быстро а то чего мечтаем мы делаем быстро мы с вами должны понять что наша вера в бога является фундаментальной на котором мы строим наше доверие к тому кто держит весь мир в своих руках кто разделил красное море для народа своего и он это может сделать для тебя не в виде лотерейного билета друзья когда да там как бы так 770 тысяч представляешь даже миллионеры таких денег не имеют это наличкой представляете это вообще кстати возможно не так как мы ожидаем все будет ведь Моше Моисей приведя Израиль к Красному морю понимает что там его преследуют а бог говорит ему какую-то вещь сделать которая сложно понятна подними свой посох и скажи Израиле смотри спасение твое смотри спасение твое и в этот момент ничего не происходит это глупо смотрится друзья но внезапно внезапно что-то начинает изменяться так и сегодня внезапно враг отступит и не только и враг который на нашу страну будем так атаковал враг души нашей который не хочет чтобы мы переживали Божье обетование Божье благословение я говорю о том что да наши наши ожидания могут быть долгими какой-то процесс он должен быть но на самом деле все меняется в какое-то мгновение знаете вот предназначение вдруг моментом все меняется препятствие разрушается банки обокручиваются болезни исчезают у нас есть такие люди свидетельства людей которые болели болели а потом пошли провериться а ничего нет в голове симптомы остались они здоровы я всегда звоню маме или мама мне звонит чаще мама мне звонит разговаривает или я к своему брату звоню и он говорит Валик ты не поверишь мама живее всех живых да ты понимаешь что она и доктора говорит что она еще проживет столько же я говорю неужели пускай живет он говорит да слушай я понимаю но мне то на здоровье это влияет мы смеемся ну мама то ой у меня это а у меня еще то а ему ей говорят да вы живее всех живых у вас нормальное сердце да у вас сахар чуть повышен но смотрите что вы кушаете он говорит что нельзя все кушать нельзя книга пророка Иеремии 1 глава 20 стих Господь сказал мне верно видишь ибо я бодрствую над словом моим чтобы оно скоро исполнилось слово скоро оно как бы означает быстро я хочу чтобы вы услышали это слово сегодня каждому из нас Господь сказал мне и тебе верно ты видишь а что мы видим события снег падает чуть-чуть ветер поднялся шторм шторм немножко но мы не предполагаем чем оно закончится мы все видим я бодрствую над своим словом Бог говорит чтобы оно скоро исполнилось быстро мгновенно изменится ситуация и ты скажешь ух а что произошло а Господь сказал ты правильно видел что я слежу чтобы мои слова исполнялись правильно и скоро сказал мне Господь ты добрый бачишь ты добрый бачишь что ты добрый бачишь ну ты добрый бачишь или нет добрый а добрый как оно переводится по доброму ли хорошо хорошо видишь прозрей пожалуйста посмотри на это если не хватает тебе зрения по дико кулисту то есть доктору которому это исцелить доктора Иешуа и вот он говорит дальше я пыльную за своим словами пыльную это вот слежу за каждым словом чтобы оно исполнилось конечно же у нас с вами вера это не не микроволнов не микроволновка не микроволновая печь да чтобы быстро все приготовить всему свое время как говорил Соломон всему свое время нужно просто немножко подождать события предшествию ожидания события они предшествуют ожиданию и некоторые события мы ждем долгое время Но что я хочу сегодня донести к нам, это то, что во время обстоятельств с ожиданием больших перемен приходит то время, когда эти события разворачивают так быстро, что мы не успеваем понять, что именно произошло и как это Бог сделал, как Он это вообще разурлил. Потому что для нас данная ситуация, данный вопрос, он просто в углу где-то стоит и мы не видим, как это произойдет. Почему я об этом говорю? Я приведу один пример из Писания и вы поймете, о чем я говорю. Помните ситуацию в Израиле, где сирийская армия или там сирийцы, они просто вторглись на территорию, окружили город Самария и там ситуация одна произошла. Это как раз вот 4 царств, 7 глава, но при ситуации, она что-то мне напоминает ситуацию, в которой мы попали. Это сирийская армия вторглась, знаете, вторая армия мира пришла внезапно и решила за 2-3 дня пройтись по улицам Самарии. Знаете, окружили, сделали блокаду, разрушили инфраструктуру, поставку продовольствия, ждали капитуляции. Похоже? Да, ждут капитуляции полной. Все, кроме капитуляции, не принималось ничего. Безнадега у Израиля, сбежать за кордон невозможно. Четыре только прокаженных сидят так, потому что их не принимали в город. Вы понимаете, что там, как прокаженные будут среди всех. Там же по закону Моисея нужно было кричать, нечист, нечист. Поэтому они были выдворены за пределы города, по закону, правильно? Сидели там. И перспективы помощи извне ждать не было. От слова абсолютно. Ну что там ту Самарию побеждать? Два-три дня и все. И казав Елисей, послухайте слово Господне. Так, казав Господь. В цьому часу завтра будет сия пшеницей муки за шекель. А дви сии ячменя за шекель в браме Самарии. Посмотрите. Следующий стих, который я прочитаю, это весьма грустное состояние людей. Людей, которые были приближены к царю. А если приближены к царю, у которого должно быть все обеспечение, да? То что происходило в самом городе? Это влияние повлияло и на ситуацию даже. И грустное состояние. Даже при том, что пророк говорит надежду, что завтра все изменится. То есть, внезапно, да, люди именно вот среди голода, осады, войны и вот точной смерти, которую вот враг им указывает, они говорят то, чего многие из нас говорят. Надежды в этой ситуации ноль. От слова ноль перспективы на выживание. Тогда, я читаю дальше, это второй стих. Тогда слуга, на руку которого царь опирался, сказал человеку Божьему, даже если Господь сделает окна в небесах, и тогда этого не случится. Люди, которые имели историю, слышали, что Бог сделал. Разделил Красное море, остановил солнце, видел чудеса. Это передавалось через поколение. Вдруг он от ситуации, которая сложилась в Самарию за три дня, пройти по улицам, да, кричит, все. Даже если Бог всемогучий откроет окно, надежды ноль. И порог говорит, ты увидишь это своими глазами, но ничего из этого ты есть не будешь. Вау! Как много из нас сегодня, после почти двух лет войны, экономического упадка, разрушения нашей афроструктуры, шахрайства влады, коррупции, всевозможных схем, нам иногда хочется сказать подобные слова. Нам хочется. Вот мы слышим информацию, нас пичкают, все говорят, что там казалось, что наказалось, что говорилось. Кто казалось, что не знаю, да? Что-то там казалось, а я же сам не знаю. Да? Что мы даже говорим? Если даже Господь даст нам все необходимое для остановки нашего врага и восстановления нашего суверенитета, то, что произойдет сейчас, ой, нам от этого легче не будет. Что мы из этого имеем? Со всеми тем, что происходит. Мы начинаем нести тот негатив, который Бог говорит, подождите, если мой народ смирится, покается, то я восстановлю. Мне сказать словами пророка, тем, кто там разносит всю, извините, белый бороду, вот это все, то, что вот разносится и уничтожает веру народа, сказать словами пророка, я скажу, скажу. Многие не смогут всех перемен увидеть, а Бог все же откроет нам небеса и даст нам помощь вскоре. Поэтому меняйте свое мышление, я говорю сегодня не только к вам, те, кто нас смотрит, что меняйте свое мнение. Не участвуйтесь в разратных, как бы сказать, сообществах. Ищите людей с верой, надеждой, поддерживая друг друга, что честно, что честно славно, что такое доброта, почесть, братолюбие. Этого держаться. Иногда враг празднует слишком рано. По иронии закона Моисея, изданные прокаженные становятся инструментом в Божьем плане перемен. По иронии судьбы, да, как-то, но с легким паром. По иронии закона Моисеева, изгнанное из города становится инструментом для Божьих перемен. Что, что унижено, незначительное, отвергнутое, становится Божьим внезапным избавлением. Аминь. Пренебрегаемое, униженное, опущенное, становится Божьим инструментом. Биле входа до міської брами, сидело четверо прокаженных. Вони гомонили. Что такое гомонили? Кричали, не, они просто громко говорили. Они, четыре человека, представляете, четыре, туда не пускают, потому что, понятно, что прокаженные. Здесь тоже ничего нет. Ну, умирать, как с музыкой. Давай поговорим. Вони гомонили между собой. Навіщо тут залишатися до смерти? Якщо ми скажемо, що ми пидемо у місто, то помремо з голоду. Але якщо ми тут залишимося, ми помремо так само. Тож пидемо до табору арамійців, да здамося в полон. Якщо вони нас помилують, ви жимо. Якщо убьют, помремо. Ну, конечно, якщо убьют, так ти умер. Логіка. Знаете, вот, я почитав это, навіть українською, так, 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 я понимаю, що там происходит какой-то такой абсурд. Да, вот такой разговора. прокаженний між собою разговаривает. Умираем. А где умереть лучше? В городе? Здесь? Или у сирийців? Или, как бы, сирийців? Куда лучше? А пойдем сдадимся врагу. Пойдем сдадимся. И вечером они пошли в сирийский лагерь. Они подошли к краю лагеря, но там не было ни одного человека. Господь сделал так, чтобы сирийскому войску послышалось стук колесниц, шум коней большого войска. Тогда они сказали друг другу, израильский царь нанял хитейских и египетских царей, чтобы напасть на нас. Они стали побежали. Они стали как? Так, ребята, собираемся. Делать нам нечего. Эй, Ахмат, там мы как-то еще давай, сила, поднимай всех. Собираемся. Собираем коней, запрягаем все как бы так, наших болидов, там какие там гелики, шмелики, да, как бы собираем все уже, едем домой, все, уже нечего нам здесь делать. Написано, что они сразу, мгновенно, услышав все это, побежали, да, они стали бежать в суммах, спасая жизнь, оставив шатры, коней, ослов, весь лагерь таким, каким он был. Спасать душу, кто может, кто не может, тоже спасайся. Все, что там произошло, удивительно, что же там произошло? Враг уже праздновал победу, друзья, они обложили город, они понимали, что у евреев нету ни пропитания, ни еды, то есть это конец, ждать только нужно, всего лишь три дня, два-три дня, ну там месяц, два, ну народ дает еще как бы поблажку армии, ну пару месяцев, но они все равно капитулируют, им больше нету выхода, на наших условиях должны будут сдаться, а потом мы пройдем по улицам Самарии, знаете, Враг уже праздновал победу, уже знал, что евреи в плаченном состоянии, но их до сих пор на Киев идут, что Бог делает? Он не говорит прокаженным, иди воевать с сирийцами страшной болезни, хотя это наверное хорошая идея, представляете, так пришел туда ночью, все же понимают, что такое проказа, начинаешь кричать, нечист, и все говорят, капец, полезли прямо в стане, не, в стане к сирийцам, они бы побежали только из-за этого, что они прокаженные, наверное прокаженные не думали своей головой, что если мы не придем туда, их убьют все равно, что они прокаженные, но это неплохой как бы вариант, чтобы победить сирийцев, но Бог сделал то, что их топот, пока они шли, их шарканье ногами, от болезни, которые есть, на этом стонешь, оно чешется, помните, как Иов шкрябал себя все это, что на них было, я не знаю, кружка железная, ложка, поварешка, миска, мы же все с собой носили, понимаете, нельзя было где-то остановиться, вот они идут четверо туда, идут вниз, наверное, думают, слышишь, Изя, а ты будешь первой, если вдруг это самое, они не согласны, ты сдохнешь первой, они говорят, да не, прикалываешься, и вот они между собой разговаривают, шум, шаг, бам-бам, посохи, это все, и вдруг вот этот балаган, который происходит с этих, у этих четырех евреев прокаженных, да, они просто начинают смеяться, шутки, евреи себя над собой шутят, понимаешь, это брязание, это эти тарелки, кастрюли, все, не знаю, может у них коврочуч, коврочучка была с собой, и так, да, может быть, там еще кто-то, еще что-то нес, и вот этот, вот этот вот, этот звук, вдруг, Господь сделает так, что сирийцы почули горки колеснить, я хочу, слышите, наш Бог, Бог невозможного, Бог невозможного, горки колесниц, конета великого вийска, четыре еврея, но с ложками, с кровчучкой колесница, и вот враг бежит вместо того, чтобы сражаться, я хочу каждому из нас сказать, Бог не лимитируется тем, что у нас нет, ему ничего не нужно, чтобы обратить ситуацию, в которую ты и я находимся, обратить вспять, ему нет разницы, чего нам не доставили, не предоставили, не снабдили, или чего у нас нет еще, он может использовать то, что он говорит, то, что он изгнал врагов и посрамить сатану, он не напуган огромным навалом людей, большой артой, сильной армией, оппозиции или болезни, Богу не страшно то, что происходит среди нас или в нашей стране, у него есть неожиданный для нас поворот, потому что Богу нет ничего невозможного, Богу не нужны месяцы или годы для перемены, но внезапно враг побежит, болезнь исчезнет, долги покроются, а работа станет стабильной, нужно мгновение, к которому мы идем, прокаженные даже не предполагали, что Бог делает, друзья, они были в полном неведении, они, если помните, и шли сдаваться, сдаваться на явную смерть, что так, что так, нормально, освобождение, они даже не видели, что происходило, они просто говорили, хокотали, ждали, они смеялись, над шутками, но точно не знали, что Бог делает, а Бог взял их, ихние движения, ихние расслабления, они даже успокоились, что они умрут, делая так, чтобы враг убежал, нам, друзья, нужно быть простыми, работниками на Ниве Божьей, делать то, что мы можем делать, молиться, шутить, делать конференции, благовествовать и жить Божьей жизнью, относительно Писания, а Бог, Он все изменит к лучшему, вы можете сказать, вы так красиво говорите, эти все истории, такие прикольные, но я в это не верю, знаешь, все так четко, но поверь, я не верю, я не верю в ваши сказки, вот эти старые, ветхозаветные, что там Бог делал, там остановил солнце, раздвинул море, да, и вот с этими вот четыре еврея прогнали армию врагов, что-то трудно вообще вериться, что такие истории вообще были, вы правы, друзья, вы не верите, что такое происходит, ну вы правы, но очень правы, потому что я сегодня говорю для верующих, я не говорю тем, кто не верующий, вы можете потом спаковать свои вещи и где-то перейти в другой момент, я говорю сегодня тем, кто рожденный свыше, пережили его милость, благость, исцеление, какие-то вещи, которые невозможно отрицать, я говорю вам сегодня веровать то, что Бог может сделать все перемены за мгновение, вот это я хочу, чтобы вы поняли, не ходили с кислым лицом, что у нас все так плохо, я говорю сегодня для верующих, говорю вам, братья и сестры, которые в Мессии, тем, кто однажды пережили его благодать, прикоснулись к нему и получили новую жизнь, вы пережили исцеление, освобождение от привычек, вы явно что-то пережили и теперь просто сказать, а оно, что так может быть? Я хочу сегодня вам сказать, что так должно быть. Иногда враг празднует слишком рано, он, возможно, не понимает, что если ты упал, то ты еще не проиграл. у нас была неудача, но на самом деле она для нас плацдар, для наступления. Он думал, что разочарование заставит тебя и меня разозлиться, отказаться от своей мечты. он думал, что неудача заставит тебя сидеть в пепле печали, посыпать себя жесткими какими-то сожалениями, что ты обескураженный и ожесточенный станешь бунтовать. Он не знает, что упав с ног, ты снова встанешь, потому что что, праведник? Нет, верой жив будет он всем раз, что? И что? И не только он стоит, Бог его поднимет, потому что только одно упование на Бога внезапно, внезапно, когда ты упал, он подставил свои руки тебе и поднимет тебя. Он знает, что вместо того, чтобы жаловаться на все обстоятельства, мы начнем хвалить и славить, прославлять и величать. Возможно, сейчас празднуют, но не волнуйся. Наше время приближается. Прямо сейчас Бог устраивает все в нашу пользу. И не погода, и погода, как мы сказали, благодать друзья, благодать для нас. Штормы, буря, морозы внезапно станут нашей инициативой продвижения вперед. Враг точно этого не ожидает и не просчитал и не знал, что так все будет. Внезапно, еще раз вам говорю, внезапно все изменится. в притчах 6, 15 говорит, зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Внезапно это произойдет. Множество врагов твоих будут, как мелкая пыль, полчища лютых, как разлетающийся плевод. И это совершится внезапно в одно мгновение. Моя молитва сегодня о Божьем внезапном вмешательстве во всей сфере нашей жизни. Внезапно, включая войну, как Давид, который внезапно уехал, и вот потом враги напали, и Давид огорченный, друзья, он приходит с Игулаг и видит все, что произошло. Ограбили, сожгли, изнасиловали, убили, забрали добычу его жены, и он плачет так сильно со своими людьми, что не хватает слез, а люди готовы были его убить. Давида хотели убить за то, что произошло. Как многие сегодня люди есть, хотят убить нашего президента, за то, что все происходит, что там не делается, не делается, вот эта злость, да, но знаете, что Давид делает? Когда кончились слезы, он берет 600 человек и бежит догонять тех, кто напали, тех, кто сожгли его гор, увели его детей, жен, убили, насиловали, ограбили и все, потому что у них нет ни унитазов, ни компьютеров, все, чего другого. И сказал Давид, юноша, которого нашли до дороги, он просто отстал, голодный, больной, Давид его находит, кормит его, накормила, отделка, все, кто-то такой, вот я вообще-то египтянин, отстал от этой армии и просто как умираю. А он накормил, говорит, а доведешь меня до них, только с одним условием, что ты меня не грохнешь и не отдашь моему хозяину. Мы договорились, тихо, сейчас спокойно. Следующее. И сказал он, поклянись мне, Богом, что ты не умерфишь меня и не передашь меня в руки господина его, и я доведу тебя до этого полчища. Полчища. Ни дерге не команды каких-то там спецов. Давид поклялся, и он повел его, и вот амалекитяне, рассыпавшие по всей той стране, едят, пьют, празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистинской, из земли иудейской. Празднуют. Празднуют победу, празднуют насилие, празднуют пожары, празднуют вообще как бы разрушение, великое имеют себе они унитазное как бы обогащение. И внезапно, внезапно напал на них Давид, поражал их от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спас, и кроме четырех юношей, которые сели на верблюдов и убежали. Иногда враг может праздновать победу крещу крещу рано, преждевременно. я знаю, но я знаю, спаситель мой жив, и он в ситуации, в которой мы находимся, что бы то ни было, какая ситуация, в вашей личной жизни, он изменит ее. внезапно придет победа, внезапно ваши дети вернутся к Богу, внезапно придет исцеление, внезапно ваши долги будут покрыты, внезапно ваша работа и вас повысит, внезапно на передовой случится то, чего мы не ожидаем, внезапно, как эта погода, которая нас сильно напугала, мы могли представить себе, мы даже ожидали и подготовились к тому, что могло произойти, предполагали, но мы ни в коем случае не ожидали, что она достигнет нас так быстро, как она нас настигла, и так разрушительно, как она произошла, что мы до сих пор, уже неделя прошла, а наши эсэмэсники дали там наши люди, энергетики восстанавливают происходящее. Друзья, хочу вам дать надежду, что мой Бог и ваш Бог, в который вы верите, он Бог чудес, Бог перемен. И я бы хотел, чтобы мы сегодня, сейчас опять успели сначала бы Абба и вложили нашу надежду на того Бога, который из той толстой книги, из той толстой книги, которую мы читаем. Но я надеюсь вы будете читать ее очень внимательно, зная, что Он есть Царь Царей и Господь Господствующий, что Он всех нас прощает, и мы все Его дети. Он нас защищает и дает нам победу. Не на наших условиях, не так, как мы предполагаем, это не лотерея, которую мы ее еще не получили, но мы ее распределили, как мы хотим. Он тот, который внезапно меняет то, чего мы даже не предполагаем. мы можем даже не видеть, как те четыре прокаженных. Мы просто можем идти сдаваться. Все, что хочешь, то делай. А Он берет эти ноги, шарп, стук, смех, шутки, шбалаган, и враг бежит. веселое сердце продлевает жизнь. Мы сейчас встанем наши ноги. Те, кто, может быть, в прямом эфире нас смотрят, тоже прошу, чтобы вы поняли, о чем я хотел сказать. Внезапно придет Господь, которого мы ищем. И то, что мы хотим, Он внезапно изменит на то, что нам надо. Субтитры 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 Субтитры